Дом номер 47 пострадал от огня еще в декабре. Пожар начался на третьем этаже здания, между перекрытиями, но ущерб понесли квартиры на других этажах. Причем не от огня. Квартира залила водой во время тушения пожара. Всем пострадавшим, по словам жильцов, обещали предоставить другое жилье, но до сих пор не дали. На третьем этаже дали трехкомнатную квартиру. Нам вообще ничего не обещают, ничего не говорят. По требованию жильцов дома номер 47, управляющая компания выслала комиссию для регистрации повреждений. Никакой пользы для пострадавших этот визит не принес. 31 числа в час дня пришел их представитель. У нее не было даже с собой бумаги и ручки, не говоря уже о том, чтобы фотоаппарат сделать снимки. Она сказала, вы мне с фотографией сделайте, принесите, и я вам потом бумажку пришлю. Бумажку, как и было обещано, прислали. Больше никакой экспертизы не проводилось. По словам жильцов, только на основании данных, собранных комиссией из управляющей компании, комнаты признали пригодными для жилья. И на разрушенных стенах ослепительной белизной сияют новые батареи. Живи не хочу. Но владельцы комнат почему-то не хотят. Приходится жить, где попало. Ну, в основном на СТП, на работе в другой раз. Ну, в принципе, сходишь по магазинам побольше и возвращаешься. Сын еще маленько принимаешь. Ну, у сына тоже там 9 метров комната. В настоящий квест превращается не только поиск места для ночевки. Приключений хватает и тем, чьих комнат не коснулся ни огонь, ни вода. Соседний дом под номером 48 стоит 47-м на одном фундаменте. Недавно его признали непригодным для жилья и расселили. Однако, как говорят жильцы, в упустевшем доме остался энергоблок, питающий электричеством оба здания. Доступ к нему имеют все желающие. Больше путей нету здесь. Безопасно. Вот так вот мы заходим в здание 48. Казалось бы, зачем жильцам навещать покинутый энергоблок? Ответ прост. Для того, чтобы проверить, стоит ли он на месте. Ведь все остальное давно разворовали те, кто находит приют в заброшенном здании. Но самое страшное не это. Жилой и пустующий дом взаимосвязаны. И асоциальные элементы запросто проникают к жильцам дом номер 47. Через хозблок, вот это называется хозблок, к нам неопределенные лица уже пытаются проникнуть к нам на этажи. Уже было это, мы там заколачивали как могли, все это заделывали. Владимир Могильников живет во дворе пролетарки почти четыре десятка лет. Он помнит те времена, когда можно было подняться в обсерваторию, оборудованную в доме номер 48. Сейчас уже не до звезд. Все те же неопределенные лица вынесли не только телескопы, но и демонтировали все лестницы. Так что приходится думать о земных проблемах.